Всем огромный привет и сегодня я хочу вам рассказать о своем уходе за лицом. Давно я не снимала такое видео, наверное где-то года два, ну ладно не два, но полтора это точно назад, поэтому сегодня расскажу и об утреннем уходе, а о вечернем, потому что мне кажется нет смысла делить его на две части, у меня не так-то уж много продуктов, поэтому я думаю, что в одном видео я точно, вернее в одно видео я точно уложусь. И давайте начнем с очищения, с самого первого этапа, когда я например утром смываю вечерний крем, а вечером конечно же смываю макияж лица. Первая моя любимая умывалка это умывалка от 100% Pure, в данный момент у меня с лавандой, но у меня было много разных из разных серий, это у меня для комбинированной кожи, плюс-минус они одинаковые, единственное отличие это конечно же запах. Мне нравится то, что она в виде мусса, в виде пенки, это очень удобно, нравится запах, нравится как долго она мне служит, да, наверное где-то на полгода мне точно ее хватает. И что самое интересное, это пенка, натуральная пенка смывает полностью весь макияж, из глаз, из лица, за это они мне очень нравятся, именно вот пенки 100% Pure, обратите внимание, если вы ищете что-то такое натуральное и действенное, очень вам советую. И следующее у меня средство для умывания от Colorance, вернее это средство 2 в 1, это и скраб и гель для умывания, написано, что это средство для всех типов кожи, очень нравится, но единственный минус, этим средством невозможно умыть все лицо, потому что там скрабирующие частички не очень приятно, когда они попадают в глаза, либо под нежную область под глазами, поэтому я как правило, либо сначала умываюсь гелем для умывания, а потом прохожусь вот этим вот скрабом, либо, когда у меня нет макияжа глаз, то соответственно умываю все им лицо, поэтому обратите на это внимание, что это не полноценный гель, а именно гель-скраб, что-то такое вот средненькое. И сами скрабирующие частички очень-таки маленькие, мягенькие, поэтому он, конечно, вам не заменит такой стандартный скраб для лица, но средство, ну как такое средство на каждый день, вполне себе сойдет. Нравится, пользуюсь. И вечером, и утром, на самом деле, по настроению, нет такого, что, например, одним гелем я пользуюсь только утром, а другим только вечером, постоянно их комбинирую. Что касается снятия макияжа с глаз, с лица, то я очень люблю биодерму, но, знаете, мне постоянно хочется пробовать что-то новое, и решила попробовать вот такую вот мицеллярную воду от Гарнир, и она такая необычная, с маслами. Я покупала мицеллярку от Гарнир, такую розовую, по-моему. В принципе, ничего сойдет за свои деньги, отлично даже все смывает, но это мне совершенно не понравилось. Я почему-то думала, что не будет оставаться настолько масляная пленка на глазах и на лице, но, к сожалению, она остается. Это очень неприятно, и приходится потом все это смывать. Смывать это в два раза все дольше, чем без нее, то есть, когда я ей не пользуюсь. И что еще могу сказать? Запах, в принципе, приятный, но вот эта вот липкость, эти масла на глазах мне совершенно не нравится, поэтому я, наверное, даже особо ей пользоваться-то не буду, куплю что-нибудь новенькое. И когда я очищаю свое лицо гелем для умывания, то я в последнее время использую вот такой вот интересный гаджет от Darfan. Это на самом деле такой гаджет два в одном, это щеточка для умывания, и также массажер. Не всегда я использую эту щеточку, потому что у меня много разных, но массажер я использую всегда, ну, по крайней мере, последний месяц это точно. Насадка эта снимается очень легко и просто. Это звуковой прибор, он очень хорошо очищает лицо от разных загрязнений, черных точек, но при условии, что вы будете пользоваться им часто, хотя бы раз в день. Что касается данной насадки для массажа лица, то она сделана из стали, и доказано, что когда вы используете вот эту вот насадку для массажа лица, то крем впитывается намного быстрее, кожа становится более ровной, более упругой. Сейчас пользуюсь активно ей, и обязательно потом расскажу о своих результатах. Но пока что мне эффект нравится, мне нравится вообще такой вот ритуал, скажем так, когда вы наносите крем для лица вечерний, и вы все это массажируете по массажным линиям. Этот прибор вполне себе может заменить профессиональный уход, вернее, профессиональный массаж у косметолога, по крайней мере, так говорят консультанты марки Дорфан. Буду пробовать продолжать, вернее, дальше его испытывать на себе, обязательно потом еще поделюсь своими впечатлениями. После того, как я умыла свое лицо гелем, либо пенкой для умывания, я всегда использую тоники. Это очень важно, чтобы быть до конца уверенным, что лицо мое полностью стало чистым, и вообще ничего на нем не осталось. Я сейчас пользуюсь тониками от DeVito, у меня такие маленькие пробнички, хотя я бы не сказала, что они маленькие. У меня есть с огурцом, он освежающий, и также с розой. Постоянно их, на самом деле, таскаю в сумочках, в разных, и, конечно же, пользуюсь вечером просто на ватный диск и протираю. Это также очень удобно его распылять, я не знаю, сейчас будет видно или нет. Он такой очень меленький, очень приятный, его на все деньги были в дороге, в машине, и вообще на улице сейчас спасение, потому что очень жарко, и тоник прям очень-очень выручает. Далее, наверное, я вам расскажу о вечернем уходе. Давайте начну с этого крема, потому что он ближе всего ко мне лежал. Это крем от Darfan, вернее, это даже не крем, а масло. Крем называется «Восемь цветов», и он у меня уже практически закончился. Буквально немного осталось, может быть, на один раз. Мне очень нравится его запах, и, конечно же, нравится эффект после этого крема, вернее, крема-масла. Я не знаю, как его еще назвать, потому что у него такая интересная текстура, что-то такое муссовое даже немного. А когда вы его наносите, то у вас на лице такой блинчик конкретный, лицо у вас сильно блестит, и впитывается он, наверное, только на утро полностью. То есть оно будет долго у вас блестеть. Но мне все равно, потому что мне нравится эффект после этого крема на утро, лицо очень такое напитанное, упругенькое. Также мне очень нравится его текстура, оно очень интересное, даже мне чем-то мусс немного напоминает. Поэтому, да, как вечерний ход, мне очень понравился этот крем, и, возможно, даже как-нибудь его повторю, отличный результат, поэтому ставлю ему 5+. А также в качестве вечернего ухода я мог бы использовать вот такую вот маску. Она, кстати, тоже от Darfan, это их новинка. Это даже не маска, а называется что-то вроде серума маски. У них целая линейка вышла в таких вот сереньких баночках. Опять же, очень приятный запах, такой прям обалденный, цветочный. Его можно использовать, вернее, эту маску можно использовать как обычную маску, да, то есть наносить на 15-20 минут. Также можно использовать как ночной уход. Именно так я эту маску использую. Мне очень нравится, опять же, результат. Кожа очень хорошо увлажнена, напитана. Но вот с этой маской она еще немного подтягивает. То есть видно, что мимические морщинки немного исчезают с ней. А пользоваться ей можно, по-моему, 2-3 раза в неделю, не больше. Поэтому периодически я ее использую в качестве ночного крема. И тоже мне она очень понравилась. И покажу вам сейчас своего любимчика. Этот крем я использую, наверное, где-то месяцев 7-8. Вернее, это не крем, а такое вот твердое масло 100% Pure. Это серия Brightening. То есть такая осветляющая. И она действительно осветляет лицо и делает его более свежим. То есть я буквально, наверное, на следующий день это заметила. Такое вот твердое масло там, то есть вы буквально чуть-чуть берете, накоточком подцепляете, растапливаете это масло в ладошках и потом наносите все это на свое лицо. Приятный такой цитрусовый запах. Кому нравится запах лимонов, апельсинов, то я думаю, что вы останетесь в восторге от этого масла. Вот такой вот коробочкой она нашла, сейчас вам покажу. Поэтому очень вам советую, кто хочет освежить свое лицо и сделать его более таким светлым и отдохнувшим. Далее я хочу вам показать еще одну маску. У меня масок на самом деле много особо и нет. Пользуюсь я еще маской от Estee Lauder, которая называется Revitalizing Supreme Global Anti-Aging Mask. Она опять же и подтягивает лицо, и делает его более упругим, увлажненным. Мне очень нравится эта тоже маска. Пользуюсь я, наверное, где-то ей тоже месяцев 8-9. Классный у нее запах, такой приятный, даже не знаю, какой он, цветочный, не цветочный. У меня точно такой же крем для тела есть, и у них совершенно идентичные запахи. Наносить ее уже нужно всего лишь на 5 минут. Можно использовать 3 раза в неделю опять, точно так же, как и ту маску. Поэтому тоже вам могу порекомендовать эту маску. Понравилась, классная, тоже ей пользуюсь. Что касается дневного ухода, то на данный момент я пользуюсь кремами с SPF защиты. Достала я из холодильника, ими пользовалась и в прошлом году, но они у меня остались, поэтому буду активно пользоваться и в этом году ими. Первый крем у меня с сайта iHerb, Кула, SPF 30. Второй крем у меня от Darfan, тоже SPF 30. И первый, второй крем мне нравится. Единственное, этот крем немножечко пожирнее, он подольше впитывается. Этот крем чуть-чуть полегче, впитывается намного быстрее. Хотя вот и у этого, и у этого SPF 30. Далее я вам покажу, наверное, свой любимый крем для области вокруг глаз. Я постоянно в поисках лучшего. И на данный момент это, наверное, один из самых лучших кремов. Это крем от Darfan, в такой вот очень удобной упаковке. Здесь 15 мл. У него очень приятный запах, легкая текстура. Он достаточно быстро впитывается, несмотря на то, что он такой достаточно густенький, наверное, я бы даже сказала. Он не оставляет никакой жирной пленки. Он быстро впитывается, я, по-моему, вам уже сказала. Поэтому можно свободно, буквально там, я не знаю, минуты через две наносить консилер под глаза. Хорошо увлажняет. И для меня это сейчас лучший крем. Очень его люблю. И мне кажется, его надолго хватит. Такая упаковка достаточно большая. И упаковка очень удобная. Это весь мой ход на сегодняшний день. Конечно, у меня постоянно появляются какие-то новые продукты. И есть на самом деле пара еще масок, которые вам не показала. К сожалению, я забыла их принести. Но они очень классные. Это маска от 100% Pure. Я где-нибудь название здесь напишу. Тоже нравится оно увлажняющее. И, по-моему, шоколадная маска от Andalou Naturals. Я просто постоянно ее заказываю. Она всегда у меня есть. Она у меня заканчивается. Я заказываю новенькую. Вот. Всем пока и до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok